Друзья, всем привет! Меня действительно зовут Николай Страх. Я предприниматель, основатель студии FanCrew и трекер фонда развития интернета инициатив. Мы достаточно много работаем со стартапами, как в рамках студии, так и внутри фонда. Но, собственно, внутри фонда мы работаем только со стартапами. И именно этим опытом я хотел бы с вами поделиться, рассказать сейчас о тех вещах, которые мы уже подметили на рынке, которые вы тоже можете использовать в своем бизнесе для развития. И тех гипотезах, которые есть и, возможно, позволят вам сильно увеличить ваши доходы или запустить дополнительные проекты с целью развития компании. Прежде чем это сделать, наверное, важно, раз уж мы будем говорить о стартапах, у меня, по-моему, перестало отображаться. Сейчас, одну секунду. А у меня что-то все погасло. Не-не-не, вот там погасло. Нет, по-моему, экран просто погас, нет? То есть не в этом дело. Ладно, окей, давайте. Я пока вам буду рассказывать. У меня тут работают другие. Мы разберемся с экраном. Смотрите, давайте тогда небольшой интерактив пока устроим. Во-первых, у меня есть предложение задним рядам сесть поближе, если вам эта тема близка и интересна. У нас явно останется время пообщаться более детально, позадавать вопросы и уверен, что смогу вам быть полезен. Так, для общего развития, фри через себя пропустил уже более 200 проинвестированных проектов и несколько тысяч, с которыми мы поработали в разных стадиях, помогая им строить бизнес. И вот этим опытом с удовольствием с вами поделимся. Давайте поймем, что у нас с аудиторией. Подскажите, пожалуйста, а кто уже делал свой проект какой-то? Не в рамках студии. Ага, один. Ага, окей. А наоборот, а кто планирует, но еще ничего не делал? Ага, те же самые, плюс несколько человек. Неплохо. Хорошо. И тогда вот последнее поднимание рук. А кто здесь не студия, а какой-то бизнес, разработчик, в общем, не имеет отношения к бизнесу студии? Ага, тоже примерно половина. Круто, окей, давайте я сейчас попробую чуть-чуть подстроить под аудиторию контент. У меня чуть больше он был связан с бизнесом студии, но сейчас справимся. Окей, чего я предлагаю сделать вначале? Предлагаю синхронизироваться с точки зрения понимания, что такое стартап. Перед вами определение, которое использует Стив Бланк, достаточно умный и известный дядька в стартап-индустрии, который дал этому миру методологию Lean Startup, Customer Development. То есть все то, что помогает вам на ранней стадии избежать таких типичных ошибок, которые сделали уже миллионы компаний, которые потратили много-много денег на это. И с большей долей вероятности приблизиться к успеху в вашем бизнесе. Так вот, мы определяемся, что стартап это временная организация, создана для поиска повторяемой и масштабируемой бизнес-модели. То есть нам очень важно, чтобы тот продукт, который делаете вы, в дальнейшем могли продолжать развивать и делать другие люди. И чтобы, ну, ключевое отличие стартапа от проектного бизнеса, которым занимается, к примеру, там любая веб-студия, это как раз масштабируемость бизнес-модели. Когда, чтобы вам увеличить чек, чтобы вам увеличить доход, чтобы вам увеличить количество клиентов, вам не нужно добирать новые ресурсы. Так, с определением мы разобрались. Теперь давайте поговорим немножко о примерах, которые есть на рынке. При этом я бы, наверное, сначала акцентировал внимание, что некоторые примеры, так как здесь есть и ребята из студии, и из клиентов, не все они относятся к бизнес-задачам. То есть создание продукта внутри студии не всегда носит перед собой задачу получения дополнительного дохода, во всяком случае впрямую. Собственно, вот первый пример на эту тему, достаточно узнаваемый, я думаю, для многих, это компания DataArt. Компания существует с 97-го года, занимается крупными IT-внедрениями. То есть это большой IT-оутсорсер с большим штатом на сотни разработчиков, с продажами в Штатах, в Великобритании, с центрами разработки в России, Польше, Украине и Аргентине, если не изменяет память. В общем, такая большая-большая штука, которая очень круто умеет делать решения для интернета вещей, для финансов, для телекома. Компания поставляет эти решения, соответственно, в крупные организации, делает большие внедрения. И, казалось бы, при чем здесь внутренние стартапы, чем они могут быть полезны, и есть ли они вообще, собственно, в DataArt? Ну, как правильный ответ, конечно, они есть. Сейчас постараюсь вам рассказать, для чего. То есть, смотрите, очень часто, я думаю, вот студии меня тут точно поймут, вы оказываетесь в ситуации, когда к вам приходит клиент и говорит, «Друзья, как бы хотим заказать у вас сайт, мобильное приложение, не знаю, какую-то там активацию, еще что-то». Да, окей, как бы делаете оценку, предлагаете. И клиент в конце говорит, слушайте, пожалуй, не сможем с вами работать по причине того, что вы в этом сегменте для наших конкурентов, для каких-то других компаний не делали продуктов. У вас нет опыта, не знаю, работы с недвижкой. У вас нет опыта работы в каком-то другом сегменте. Работа с внутренними продуктами позволяет вам выходить на новые рынки и быть представленным там сразу своей экспертизой. То есть создание вот этого proof of concept, когда вы делаете продукт не ради того, чтобы его там потом продвигать, не ради того, чтобы именно он был самодостаточным бизнесом и приносил вам деньги, а для того, чтобы показать в конкретном узком сегменте свою экспертизу и возможность работы, качество своей работы, вот эта история имеет право на жизнь. Более того, очень эффективно работает. DataArt – это вот один из примеров. Собственно, вот в самом низу есть даже конкретный кейс проекта open source платформы для интернета вещей. Но на самом деле у них сильно больше продуктов. Это вот как один из примеров. Собственно, этим лайфхаком пользуются и достаточно большое количество других компаний. Некоторые иногда просто там, начиная с банального примера, когда можно нарисовать концепт на дрибле и, соответственно, показать там свое решение, ну и заканчивая какими-то продуктовыми штуками. Продуктовые штуки, конечно, всегда работают лучше, потому что зайдя на сайт, не всегда можно понять, а что там на самом деле под капотом, как это работает. Но общее впечатление складывается достаточно позитивное. Вторая история, которую можно решать задачами, то есть для чего вообще крупные компании занимаются внутренними продуктами, это повышение квалификации. То есть на внутренние продукты очень часто ставят там тимлиды, который следит, а всю разработку отдают джуниор-специалистам, которых есть возможность проверить в деле, которых можно сделать им level up, соответственно, увидеть, могут ли они делать более сложные задачи. И это позволяет в том числе наращивать вот эту репутацию HR-брента. У DataArt это работает очень эффективно. Компания проводит там в том числе хакатоны, на которых точно так же сгенерированные ранее идеи или сгенерированные на хакатоне идеи воплощаются, и потом либо превращаются в какие-то там сателлиты, которые компания поддерживает для того, чтобы находиться на каких-то рынках, ну либо просто вот как бы прокачали экспертизу внутри команды. Это вот одна история с подходом. Вторая история – компания TopFace. Я думаю, что все женатые, неженатые, замужние, незамужние знают. Это один из топовых сервисов знакомств. Всем нам как бы эта компания больше всего известна по мобильному приложению для знакомств. Они находятся в топе в российском, по многим регионам в топе находятся. Но на самом деле сейчас правильнее говорить, что это не мобильное приложение дейтинга или социальное приложение дейтинга TopFace, а группа компаний TopFace. Потому что компания в определенный момент выбрала органически одним из подходов к своему развитию историю, когда внутренние сотрудники компании могут развивать свои продукты, привлекая деньги, ресурсы и экспертизу внутри компании. Таким образом, за достаточно короткий срок я вот описал там один проект, проект Кис-Кис, который уже имеет значимую долю в обороте компании, соизмеримую с основным бизнесом. Помимо этого, есть направления, которые в принципе уже выделены в отдельный бизнес и соизмеримые не в порядке, а прям вот приносят почти столько же, сколько само дейтинговое приложение компании. Вот. Собственно, нетрудно сделать вывод, что вот такой подход позволяет вам дифференцировать риски не только относительно дополнительного дохода. Когда вы развиваете один бизнес, а дейтинг такой, мягко говоря, непростой бизнес, с сезонностью, с резкими, скачкообразными изменениями, вы на вот этом трафике можете построить новые направления, которые позволяют вам как раз перекрывать какие-то риски в основном бизнесе. Немаловажно понимать, что такие штуки позволяют вам решать еще две задачи. Они помогают вам удерживать ключевых сотрудников, которым нужны просто новые вызовы. Не каждый сотрудник может 10 лет заниматься одним продуктом. Соответственно, когда у вас внутри вашего бизнеса существуют продуктовые направления, отдельные продукты, у вас есть возможность таких специалистов переключать, давать им возможность освежить голову, позаниматься каким-то другим продуктом. Ну и самое главное, достаточно много, ну не знаю, на рынке веб-студии это прям совсем заметно и очевидно, достаточно часто новую студию делают те, кто работал до этого в другой студии. То есть, соответственно, несложно понять, что у ребят есть задатки не только технологические компетенции, но и предпринимательское желание. Вот такой подход, он полностью удовлетворяет этот спрос внутри компании. Таким образом, вот те затраты, которые вы понесли в самом начале, привлекая этих специалистов, вы их минимизируете, потому что вы можете предложить этому специалисту использовать ваши ресурсы, использовать ваши наработки, никуда не уходить и вместе с вами построить этот бизнес. Поверьте, в 90% случаях это абсолютно то, что нужно этому человеку вместо того, чтобы уходить и делать этот продукт на стороне. Ну, собственно, вот в компании, в группе компаний Top Face, да, там сотрудники получают опционы на вот эти новые продуктовые истории и успешно их развивают внутри компании. Не знаю, мне кажется, это прям вот очень-очень хорошая история. Я знаю другие дейтинговые истории в Питере, там, не знаю, Embry, у которой там примерно схожий подход и тоже достаточно успешно работает. Наверное, дополню только тем, что очень важно здесь с точки зрения рисков, да, разглядеть вот инвестиции компании, в кого вы осуществляете, в технологического предпринимателя или просто в крутого специалиста, который делает идею, да, там хочет ее реализовать чисто технически, потому что если второй случай, это, конечно, чуть сложнее для вас, да, потому что необходимо дополнить его команду. Не всегда так бывает, что вы просто дали ресурсы, вы дали там разработчика, и человек развивает бизнес. В таком случае ему нужен еще там, разумеется, бизнес-юнит. Вот, но я думаю, что при подходе вот к созданию нового бизнеса такие вещи, они будут более-менее очевидны. Так, сейчас я сображу, какая у меня. Что же происходит на рынке студий? Ну, и вообще компании разработки, IT-компаний. Я тут нескромно поставил первым нас, именно потому что мы в студии FUNK почти сразу определились, что мы не будем рисковать. Да, вот предыдущие спикеры достаточно потно обсудили тему вот рисков. Мне понравился тезис там Никиты, что стоит подождать какое-то время. У нас есть возможность смотреть на большое количество историй на рынке, делать из этого осознанные выводы и вот эти дополнительные риски на себя не брать. Мы небольшая студия, поэтому у нас нет возможности инвестировать какие-то глобальные ресурсы, как финансовые, так и разработку или дизайнеров, проектировщиков. Вот, поэтому мы стартуем с истории. У нас там есть два подхода к технологическим стартапам внутри нашего бизнеса, которые мы реализовываем вот там с начала этого года. Первая история, которая там достаточно эффективно работает, это продюсирование. То есть мы специализируемся на управлении проектами на проектировании и дизайне, то есть на начальной стадии, да, вот старта любого проекта. И именно этой экспертизой выступаем как технологические инвесторы для других стартапов. Что это означает? Что если у человека есть технологическая идея, да, которую он хочет реализовать там в вебе, в мобайле, там в другой диджитал среде, ему всегда нужна команда, да, которая сделает это под ключ. Но обычно этого недостаточно, потому что в стартапе происходит достаточно много изменений. Прямой аутсорсер достаточно редко мыслит бизнесом продукта, да, чаще всего он просто готов по ТЗ там сделать продукт. Вот. И в таких случаях мы готовы выступить именно вот тем самым партнером, неким таким CTO, да, который и мыслит с точки зрения бизнеса, и мыслит с точки зрения продукта. Это позволяет нам минимизировать наши затраты, да. Сейчас там в студии мы тратим около 20% ресурсов на как раз внутренние продукты. То есть в данном случае это, можно сказать, такой не совсем внутренний, да. То есть у нас есть партнер, у которого там доля даже больше, чем наша, но тем не менее мы вот зашли с долей. Участвуем точно так же в переговорах с инвесторами следующего раунда. Это позволяет нам иметь две модели монетизации. Первое, как в любом стартапе у нас всегда есть возможность кэш-аута, да, то есть когда придет там готов продукт, существует на рынке, приносит деньги, приходит инвестор следующего раунда и просто выкупает нашу долю. Это позволит нам не только окупить те вложения, которые есть сейчас, но и извлечь прибыль, да, потому что происходит с достаточно неплохим коэффициентом. Как следствие, это позволяет нам уже сейчас внутри команды балансировать нагрузку, то есть если вдруг там есть какие-то проблемы с продажами, мы можем всегда эти ресурсы направить на такой продукт. Если есть желание поиграться, посмотреть какую-то технологию и посмотреть, как она на практике воспринимается пользователем, это тоже можно осуществить за счет внутренних продуктов на реальной живой аудитории. Вторая история, это когда она чуть сложнее уже, чем первая, это то, как можно там завтра уже монетизировать внутренние продукты внутри ваших бизнесов. Это если есть идея, какая-то концепция, да, которую вы хотите реализовать и хотите привлечь внешние ресурсы. Мы это делаем за счет получения грантов, которых, ну, обычному предпринимателю, скорее всего, будет недостаточно, потому что обычно они небольшие, но технологическая команда, ну, условно, покупает свои ресурсы по себестоимости, да, и это позволяет стартануть. Вот, наверное, основной минус вот этого подхода от первого, что вам всегда нужен внешний человек в эту команду, который будет, собственно, заниматься бизнесом этого продукта, потому что вы не сможете одновременно сидеть на двух стульях, да, там развивать бизнес в студии и вот бизнес этого продукта. Вот, на самом деле я сказал, не сможете, но у меня будет пример, когда есть команда, которая успевает и там, и там, но это, конечно, очень-очень-очень большая редкость и все остальные примеры, которые я видел, обычно происходят немножко по-другому. Вот, собственно, к этой команде, это команда Whitescape, я думаю, питерским ребятам всем она должна быть знакома, понятна и интересна. У ребят есть отличная студия, которая делает хорошие технологические решения, при этом некоторые хорошие технологические решения они сделали для себя и развивают их на международных рынках. Собственно, это позволило в том числе студии решить задачу с перепозиционированием и сменой фокуса с российского рынка на международный. То есть, если бы мы зашли на Whitescape, на сайт Whitescape пару лет назад, да, он был русскоязычным, сейчас он англоязычный и, соответственно, отважусь предположить, что у коллег и доля продаж на зарубежных рынках сильно возросла. При этом появилось два продукта, это Upload Care и Riders, соответственно, которые, помимо того, что сами зарабатывают деньги, да, еще, как я уже сказал, косвенно повлияли на увеличение продаж и смену, собственно, клиентов в основном бизнесе компании. По-моему, это достаточно неплохой пример. Есть, продолжая примеры, да, есть студия To Nova Interactive. Студия существует на рынке достаточно давно, стартовала с дополненной реальности, делает сложные технологические решения, в основном для рекламных агентств, для международных брендов различных, то есть сложная рекламная активация. Вот студия, на самом деле, начиналась после неудавшегося стартапа, но при этом достаточно успешно и уверенно стоит на ногах, там развивается на рынке. Это еще раз подтверждает того, что вот при старте нового продукта, при запуске стартапа нужно обладать достаточно большим количеством компетенций, то есть это не история про, как любят показывать школьника, который там на коленке что-то сделал, выложил на кикстартер, все взорвалось, всем повезло, собрал кучу денег и развивается. Такие истории, безусловно, есть, но их действительно минимальное количество. В основной своей массе успешный внутренний продукт, стартап, это квинтесенция знаний, умений и упорства. То есть, не знаю, те проекты, которые попадают во фри и находятся у нас, они проверяют невероятное количество гипотез, прежде чем найти своего потребителя, прежде чем донести до него ценностное предложение, прежде чем понять, за какие деньги и что именно из первоначального продукта команда может продавать. И это при том, что у нас действительно там отобраны уже проекты из очень большого количества, то есть мы уже в кого-то сильно-сильно не поверили, в этих верим больше, но даже у них все не стреляет сразу. Так вот, и компания Тунова после того, как выстроила все процессы, встала на рынки, системно начала делать продажи рекламным агентствам, фаундеры студии, собственно, смогли себе позволить запустить новые продукты, которые уже никак не связаны с бизнесом Туновы. И, к слову, одно как раз тоже дейтинговое приложение Привет, возможно, кто-то видел, кто-то слышал, и еще один продукт. Так вот, тут, наверное, я бы отметил подход ребят, отчасти он, наверное, отвечает именно моей личной философии, но вот не позволяет, мы пока в компании себе такого позволить не можем, да, именно за счет стратегии использования внутренних ресурсов без привлечения внешних. Здесь ребята не используют ресурсы студии, они сразу привлекали инвесторов, которые вместе с которыми развивают эти продукты. И здесь, наверное, стоит отметить, что вот та репутация, которая есть сейчас у вашего основного бизнеса, да, будь то студия или просто вот бизнес, да, клиентский, который тоже тут некоторые представляют, он как раз позволяет привлекать кадры. То есть, если бы вы завтра написали, друзья, мы делаем новый продукт, условно, мы никто, да, давайте вместе с нами прыгать в эту лодку, не так важно, какую зарплату вы выставите, ну, естественно, если она там не 5х от рынка. Во всех остальных случаях соискатель, ну, сильно подумает, да, там, как бы стоит ли идти в продукт, который, возможно, завтра, там, послезавтра, через полгода закроется, да, ему вновь придется искать работу. Вот. Сильный бренд рядом, да, там, в виде студии, в виде крепкого бизнеса позволяет вам нивелировать эту проблему и сильно упростить наим сотрудников. А в данном случае это была, там, не самая простая задача, ну, в том плане, что она была значимая. То есть, ребята набирали достаточно много людей, вот. И, безусловно, именно бренд Тунова им в том числе в этом помог, на мой взгляд. Еще несколько примеров. Компания «Злые марсиане» на рынке известна как один из топовых российских рубер-разработчиков. Ребята поддерживают очень сложные системы, там, начиная от группона и заканчивая более нишевыми технологическими решениями. Очень известна хорошо в индустрии, выступает на большом количестве технологических конференций и известна всем именно как разработчики. Вот. На самом деле, если вдруг кто-то, вот, занимается бизнесом студий и не знает про компанию «Злые марсиане», крайне рекомендую почитать, посмотреть их историю. У них есть чему поучиться, достаточно много они пишут об этом, да, рассказывают, там, информация в основном в своей массе публичная и действительно полезна большинству предпринимателей. Так вот, ребята точно так же в какой-то момент поняли, да, что бизнес студии хорош, он необходим, он может быть якорным, но он немасштабируемый. Если вы хотите иметь возможность увеличить доходы на каком-то там масштабируемом бизнесе, то есть смысл совместить приятное с полезным, да. С одной стороны, вы гарантированно имеете ресурсы, у вас есть клиенты, соответственно, вот есть возможность развивать внешний продукт и в этот момент стоит этим озаботиться. Сейчас ребята развивают несколько проектов. Один из них – это сервис для SMM-специалистов Amplifier. Насколько я знаю, некоторые здесь присутствующих им даже пользуются и это как раз позволяет коллегам получать масштабируемый бизнес, да, то есть увеличить свой доход и, как и в предыдущих примерах, держать руку на пульсе с точки зрения развития технологических решений, изменений API различных сервисов, которые в дальнейшем они могут применять в коммуникации со своими клиентами. Потому что, ну вот, могу, наверное, привести здесь параллель со своим бизнесом, несмотря на то, что мы делаем достаточно много продуктов, точнее не продуктов, а проектов для клиентов, немногие из них решают схожие задачи. Как следствие, к нам может там достаточно долго не приходить новый проект, не знаю, с интеграцией с Facebook, да. И когда приходит следующий, нам приходится достаточно серьезное ревью делать, да, перед тем, как подтвердить клиенту чек. Команда, которая делает продукт, она, у нее есть возможность в каких-то отраслях, каких-то там направлениях более оперативно следить за изменениями, получать там достоверную информацию и, соответственно, в основном бизнесе при появлении клиента, да, иметь возможность там оперативно ответить. Ну и, безусловно, наверное, для сервисов и продуктов, которые связаны с работой с социальными сетями, их экспертиза, подтвержденная его через этот продукт, тоже является добавленной стоимостью. Так, ну и последний пример. Компания iFree, все знают, стартовала достаточно давно, примерно, видимо, как DataArt, стартовала с мобильных сервисов, да, там, смски, гороскопы, не знаю, что еще у них было. Вот, все это было здорово и классно, но рынок достаточно серьезно менялся, да, и, соответственно, сейчас сложно представить, что на таком бизнесе компания смогла бы вырасти до тех оборотов. Что здорово, что если сейчас зайти на сайт iFree, я думаю, 99% из вас сильно удивятся, когда увидят, что это большая группа компаний, в которой много-много продуктов, которые самостоятельно развиваются, используя ресурсы друг друга, используя ресурсы iFree, используя венчурные инвестиции от iFree, то есть сейчас внутри структуры был выделен венчурный фонд, который инвестирует как во внутренние проекты холдинга, так и во внешние. Более того, каждый из этих проектов, он относительно самодостаточен со своей командой, которая развивает этот продукт, и, как следствие, некоторые из них привлекают сторонние инвестиции. То есть не всегда компания обязательно направляет свои ресурсы финансовые на развитие проекта. К слову сказать, понимая какой-то пульс рынка с точки зрения инвестиций, студийный бизнес для инвестора – это добавленная стоимость при привлечении инвестиций в ваш продукт, потому что большинство инвесторов, бизнес-ангелов, они уже обожглись на тех продуктах, когда они инвестировали достаточно значимые средства, но команда не справилась не только с развитием бизнеса, но и в том числе просто с продуктовой разработкой. То есть то, что они сделали, возможно, было и не нужно рынку, но никто об этом не узнал, потому что было сделано достаточно некачественно. Вот ваш опыт здесь может хорошо помочь и сыграть на пользу. Наверное, с примерами у меня все. Расскажу немножко о возможностях, которые у вас есть, на мой взгляд. То есть те вещи, которые можно… пять минут. Сейчас очень быстро расскажу о возможностях. Те вещи, которые вы можете встать и завтра начать делать, чтобы прийти к пониманию, нужна ли вам продуктовая разработка, нужен ли вам там внутренний продукт, можете ли вы на нем зарабатывать деньги. Первое. В блиц-режиме. Ну, понятно, мы на конференции Bittrex. Было бы странно, если бы я промолчал, не рассказал вам прекрасные возможности маркетплейса. Но я не разработчик на Bittrex, я не работаю по какой-то причине с Bittrex прямо сегодня. Но я знаю, что это отличная возможность для вас малой кровью уже завтра проверить спрос на ваш продукт. Потому что плюс маркетплейса в том, что уже собрана аудитория, она уже есть. Эта аудитория уже технологически чуть более грамотная, чем так, который вы могли идти через там веб-сайт, да, там вы придете, коллеги будут спрашивать, а как это внедряется, как это используется. Здесь люди уже находятся в экосистеме, в которой они готовы к новому продукту. И это достаточно быстро для вас. То есть вы сможете это сегментировать, понять, если, окей, спрос есть, он подтверждается, у вас появились продажи на маркетплейсе, портировать это решение на другие маркетплейсы или в другую среду, там делать мобильные приложения, веб и так далее. И самое главное, для любого стартапа у вас появляются живые пользователи, которые дают вам фидбэк, дают вам обратную связь, и вы можете корректировать свой продукт. У большинства стартапов на ранней стадии этого нет. Если говорить о коллегах, которые находятся внутри компаний, основными плюсами внутри корпораций, внутри крупных компаний по запуску продукта, я бы выделил возможность выделить отдельную команду. Наверное, это относится вообще ко всем вариантам. Я не знаю в целом стартапов, которые делались там, сегодня Вася полдня работает на клиентском проекте, завтра он делает один продукт, послезавтра он на другом клиентском проекте, а потом он снова возвращается к продуктам. Так не работает. Нужно выделять команду, которая занимается только этим продуктом и развивает его там фулл-тайм. Вторая история, которая безусловно там хороший бенефит с точки зрения внутреннего продукта в компании, это быстрый доступ к ресурсам. То есть у вас есть возможность получить деньги, у вас есть возможность получить дополнительных специалистов, маркетологов, пиарщиков. То есть те все инструменты и решения, которые уже выстроены в компании, там не знаю, начиная от бухгалтерии и вот заканчивая каким-то пиар-сопровождением. И часто компания может осуществить собственные инвестиции, уже такие значимые, да, там на следующий этап развития бизнеса. Здесь, наверное, как пример можно вернуться к iFree, да, который вот инвестирует в том числе в продукты, которые рождаются внутри. И третья история, это акселерационные программы, это, собственно, то, откуда я и тот рынок, о котором мы там активно рассказываем, это возможность вместе с каким-то игроком на рынке достаточно в сжатый срок проверить основные гипотезы с вашим продуктом и подтвердить спрос. Ну, или его провернуть. То есть на самом деле всю историю с акселерацией там в любом фонде, в любом акселераторе можно свести к тому, что вы получите, скорее всего, похожий результат, до которого вы можете дойти сами. Вот, просто получите его в 10-15 раз быстрее. За счет там сильной экспертизы, за счет сопровождения вашего бизнеса, да, там с вами работает команда, которая не дает вам, не знаю, расфокусироваться, она задает вам определенный темп. И, ну, вот, три поинта, которые стоит ждать от акселератора, с которым решите работать вы, это ресурсы. Ресурсы бывают разные, да, это деньги, это контакты, это нетворк, это там партнеры ключевые какие-то, это деньги в виде инвестиций, да, которые акселератор там может вас поддержать или может представить вас инвестору следующего раунда. И это та команда, которая вот прямо здесь и сейчас будет работать с вами, находиться с вами на одной площадке в ежедневном режиме. Это вот как бы три штуки, которые я бы выяснял, да, там запуская продукт вместе с какой-то акселерационной программой. Слава богу, их сейчас в России достаточно много, их даже много в Петербурге, там есть выбор, и вы всегда можете посмотреть, что подходит именно вам. В двух словах об акселераторе фри и то, чем мы помогаем стартапам, наверное, вернусь к моим примерам, которые были из студий, перед тем, как расскажу, кто мы и что. Даже вот на этом слайде из пяти компаний, шести, пяти. Компания Тунова и сервис-привет развивала сейчас выпускники последнего акселератора фри, который закончился неделю назад, злые марсиане и проект Амплифор, выпускники одного из первых акселераторов фри, компания фри и проект Last Backend. Наверное, кстати, может быть знакома как раз той аудитория разработчиков, которая подняла руки, выпускники позапрошу акселератора фри. Все они получили, ну, помимо нашего стандартного предложения и двух миллионов рублей инвестиций на трехмесячную программу, они еще, для каждой из компаний была разная ценность. Наверное, всего времени затронут только Last Backend. То есть мы как акселератор стараемся дополнить смежными топовыми партнерами экспертизу в нишевых направлениях. В частности, мы сотрудничаем с корпорацией Microsoft, которая вместе с нами участвует в акселерационной программе и помогает командам выстраивать инфраструктуру, помогает им технологическими решениями, помогает им грантами облачных технологий, помогает им деньгами и, что самое главное, в дальнейшем помогает программа Go to Market. То есть очевидно, что у Microsoft достаточно большое количество клиентов, которым многим компаниям хотелось бы попасть. Такая возможность есть, если совместно с командой Microsoft развивать этот бизнес. Помимо Microsoft у нас еще достаточно большое количество партнеров. Это и Ростелеком, это и стадо для медицинских проектов, и Bayer для медицинских проектов, это General Satellite для интернета вещей. Вот, собственно, мы стараемся подбирать под каждое такое важное, действительно развивающееся направление, включая финансы, где есть открытие, есть Банк Акбарс, Сбербанк технологии. Стараемся подбирать технологического партнера, потому что очевидно, что есть ниши и сегменты, где вы невероятная команда, мы невероятная команда, но нужна еще вот третья невероятная команда, которая там достаточно хорошо разбирается в узком сегменте и знает какие-то лайфхаки, которые почти наверняка вот эти две предыдущие невероятные команды вместе могли найти, но им опять же понадобится на это сильно большее время. Итак, в сухом остатке у нас 6 миллиардов рублей в управлении, которые мы инвестируем в IT-проекты, мы инвестируем в веб, мобайл, интернет вещей, бигдату, носимые гаджеты. У нас уже прошло там порядка 10 выпусков акселератора и больше 250 проектов, которые мы проинвестировали, они закончили акселератор. Мы в каждый набор отбираем 30 команд, ну плюс-минус 30 команд из порядка 700-800 заявок. Вот, то есть это достаточно такая серьезная история. У нас есть крутая методология, которая уже вот там третий год обкатывается и достаточно сильно-сильно-сильно претерпела изменения и сейчас выверена. И все это, на наш взгляд, позволяет неплохо студиям, компаниям вместе с нами развивать вот эти внешние продукты. То есть вам не понадобятся на это какие-то фундаментальные затраты. Мы готовы выступить инвесторам сразу вот на первой стадии, когда у вас уже есть продукт. Мы готовы, собственно, выступить инвесторами последующих рандов. Вообще, фри, как фонд, инвестирует в одну команду до 325 миллионов рублей. Это там единственное ограничение, которое есть. У нас регулярно наборы, мы три раза в год набираем проекты, поэтому мои контакты… А, у нас есть возможность прямо сейчас зайти на сайт, абсолютно бесплатно заполнить заявку от вашего продукта и получить обратную связь от наших аналитиков, экспертов, которые просто помогут вам сформулировать качественные характеристики, которые позволят вам двигаться дальше. То есть это абсолютная история не про какой-то инфобизнес, это не история про продажу вам какого-то продукта. Это действительно наш вклад в рынок и возможность там как бы вместе приблизиться к следующему этапу. Если на этом этапе аналитик фонда понимает, что вероятность того, что мы готовы выступить инвесторам достаточно великого, он вам говорит, друзья, как бы давайте заполняйте вот анкету, вот туда идите, мы вас ждем в акселератор. Если становится понятным, что вам сейчас объективно не хватает чего-то, да, там как бы компетенции, команды, есть какие-то повышенные риски, это просто не наша история, потому что у нас тоже есть какие-то ограничения. Мы обязательно развернуто вам подскажем и дадим вот такую качественную обратную связь, которая позволит вам наметить следующие шаги. На мой взгляд, это очень полезно и вообще по-хорошему в консалтинге стоит достаточно дорого. Я уже сказал, у нас это абсолютно бесплатно. Мои контакты, я буду еще здесь. Если у кого-то есть вопросы, желание потереть за стартапы, welcome.